привет друзья немножко приболел буду хрипеть вот сегодня хочу вам показать то что уже сделали в каютах в жузефине конкретно вот именно в жилых помещениях давно не видели просто жузефину в таком состоянии поэтому ну точнее в том состоянии в котором она есть поэтому сейчас покажу вам что сделано реально итак это носовая левая каюта мы находимся сейчас прямо вот в ней здесь есть одно спальное место размером ну скажем так полуторка потому что ширина в самой широкой части у него метр десять а ширина вот узкой часть 90 сантиметров то есть я со своим ростом полностью ложусь и даже у меня тут остается вот ну если очень захотеть можно вдвоем здесь спать но в целом это все-таки одноместная каюта здесь есть полочки которые сделаны пока что ну не доделаны до конца я думаю что стоит доделать и есть небольшая составляющая вот видно что где-то все-таки начала протекать хотя проверяли вроде не протекала придется немножко подразобрать и посмотреть где капает где капает и потом уже будем делать дальше вот здесь же в этой каюте сделан шкафчик там просто шкафчик на самом деле то есть и рундуки есть под спальным местом каюта полно ростовая 187 сантиметров меня вмещаются но в при кирочку прямо вот в при кирочку то есть там наверное высота пола 185 сантиметров сидячее место чуть выше чем нужно не 60 сантиметров не 40 сантиметров чуть выше просто для того чтобы ширину стены как бы чтобы сделать ширину и здесь же специально добавлена дверь в туалет то есть чтобы можно было из кают зайти в туалет не выходя в коридор то есть это специально этот один туалет на две носовые каюты будет здесь соответственно туалет и душ ну тоже полно ростовой но не самый удобный ну хотя бы потому что яхта 40 футовая два туалета и три каюты вот то есть вот мы закрыли и мы можем уже выйти в коридор дальше вот смотрите двери опять же не доделаны но вот сейчас я закрою дверь вот у нас получается сейчас пока что каюта вот такого размера ну что сказать для 40 футовой яхты у которой огромный салон просторный довольно просторная каюта получилось полно ростовая для того чтобы можно было отдыхать с другой стороны здесь кухня но мы ее сейчас показывать не будем теперь идем в носовую каюту опять же носовой каюты свой туалет тот же самый абсолютно только вход уже с другой стороны вот и пока что пока что дверь каюту вот такая то есть что я имею ввиду что дверь в каюту надо перенести вот сюда чтобы у нее был отдельно свой вход в туалет отдельно свой шкафчик но тогда у меня кухонные шкафчики потеряют кухонную суть вот я еще думаю стоит или не стоит переносить вот теперь заходим сюда здесь у нас сделано переделаны назовем это так сразу говорю что тут большой люк каждой каюте есть люки и здесь же точно такое же полно ростовое место но ширины уже как бы гораздо больше то есть здесь можно вот так ложится все обшито здесь уже делали мы поэтому здесь все обшито кавролином вот открываются два вот таких шкафчика о нужно выбросить книжки полочки понятное дело кавролин и отдельный шкаф вот здесь один шкаф и вот сюда вот здесь еще один шкаф отдельный пока что все заполнено вот здесь детям комфортно потому что открыл здесь и можно лазить в люк вверх вниз все удобно опять же по носовой под носовой каютой здесь могут храниться аккумуляторы вот здесь у меня хранятся аккумуляторы для якорной лебедки здесь же хранятся здесь же рундуки есть и здесь нет водяных танков все танки у меня находятся в салоне в кают компании то есть мне не нужно сюда тащить никакие трубы ничего здесь все отсутствует полностью вот еще одно если в носовой каюте живет не двое людей а один человек то убирается вот это вот место тут снимается соответственно вот в такой же размер как это поролоновая штучка на поправок поролоновый пуфик это убирается вот сюда остается и здесь получается уже одноместная койка у которой есть большой поролон вот и тогда здесь получается цельное место которое можно тут сидеть и все прочее поролон еще не обшили поэтому соответственно пока что в таком состоянии вам показываю вот в любом случае это интереснее чем ничего не показывать теперь кормовая каюта здесь заменена практически все здесь сделана а перетяжка всех шкафов ковролином и каждый шкаф вот если открывать то все обтянуты изнутри ковролином тоже соответственно ну где угодно открываешь она довольно красивенько на полочках тоже сделан ковролин деревянные бортики так и остались деревянными стекла поставлены новые абсолютно но они сейчас под не заперты немножко грязью пылью но в принципе они новые их можно совершенно спокойно легко отмыть вот вот эти вот места тоже заменены абсолютно на новые потому что раньше они были чуть уже и шли такие деревянные планочки что для меня не очень красиво сейчас все это сделано мягким ковролином оно сейчас очень приятное на ощупь стало и все дыры которые были все 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 закрылось абсолютно вот выведены провода под лампочки еще пока лампочки не установлены здесь везде соответственно вот это вот задняя часть в которой есть люк вот тоже облицовано ковролином вся единственное что это дерево которое еще пока не облицовано ковролином здесь протекающие раньше протекающие были эти стекла как иллюминаторы открывающиеся то же самое все закрыто теперь здесь смотрим на меня уже полностью полноценная кровать двухспальная шириной 150 вот то есть прямо вот полноценная единственное что не сделал это не перенес вот эту вот стойку рулевую подумаю надо ли ее переносить или не надо но в целом она мне не очень мешает дальше с этой стороны тут стоял у нас шкаф вот такой вот прямо громадина которая была достроена предыдущим хозяином не родная не оригинальная я ее убрал и здесь здесь сделается просто лавочка здесь можно соответственно будет посидеть если очень-очень надо и последнее что можно это но мы сейчас не можем найти это зайти в туалет там потому что туалет завален это кормовой гальюн соответственно вот вот теперь в таком виде сейчас у нас получилось кормовая каюта которую можно в принципе должен же полноценном ней жить то есть она уже мягенькая уютная удобная и в ней уже ремонтировать особо ничего не надо даже вот пополам это сделан везде ковролин для того чтобы было удобно ну не пополам я не люди по стенкам над над полами то есть везде сейчас раздеваешься и опираешься на стенку даже когда холодно тебе приятно ты не трогаешь какой-то там деревяшку а ты трогаешь все-таки уже ковролинчик мягенький приятненький посмотрим на сколько долго он будет ходить все швы и все стыки вот сейчас посмотрите видите они все сейчас подогнаны заподлицо нигде не видно никаких там косяков но реально приятнее смотрится вот так вот посмотрим как будет ходить но на самом деле уже выглядит хорошо вот мы перестала лодка протекать протекала раньше все заделали с этой стороны точно все заделали и и и Продолжение следует...